14 числа, на следующий день, я проснулся в 7 утра, встал, почистил зубы, собрал свои вещи и спустился на завтрак. Завтрак был обставлен совсем великолепным турецким гостеприимством. За одним маленьким моментом не было приборов. Нет, они, наверное, где-то были на кухне, но это было далеко не правда. А так, пришлось выискивать приборы, которые остались после вчерашнего ужина. К концу моего завтрака приборы наконец-то принесли, но мне уже ничего не хотелось. Да и к тому же время поджимало. В 9 часов я заказал такси и поехал на автовокзал, который называется... Да хрен знает, как он называется, в Турции вообще не непризнасимое название. Приехав на автовокзал, я поискал, где становятся автобусы, нашел автобус, который идет в нужном мне море. Лежащий автобус, который шел в нужном направлении, был в 11 часов. Мне это не устраивало, потому что в 11 часов я должен был быть уже на яхте, а ехать до туда еще час времени. Поэтому пришлось искать такси. Благо, дело, они там недалеко. Найдя таксиста, спросив, повезет ли он меня в Денето Марин, таксист сказал, где это? Вот так вот, а где это? Ну, то есть я приезжаю в незнакомую страну, поговорю название, показываю, как это название записано. Таксист мне говорит, а где это? Куда хоть ехать-то? Местный таксист с местной лицензией на такси. Короче, там была подсказка, что этот же Денето Марин находится в поселке Арханья. Арханья, сказал таксист, а я знаю, где это. Поехали, я тебя довезу. Вот тебе табличка с прескурантом. Там была табличка, прикурс с прескурантом, куда ехать, сколько это будет стоить. Поездка в Арханья обошлась мне 120 лир. На минуточку курс лирик евро, это 6 лир за евро, грубо говоря. Ехали мы примерно минут 30, наверное, до Арханья на такси. Водят таксисты, конечно, просто как бешеные. Ограничение скорости существует от слова совсем. Пристегиваться не нужно, только если вы не турист из России и не привыкли пристегиваться здесь. Но если вы из региона, то вы тоже не привыкли пристегиваться, вам будет комфортно. Серпантин? Охрен. Нужно обогнать, обгоню. Несмотря на то, что повороты за поворотом ничего не видно. Короче, ехать было приятно, быстро. Ну что? Поехали хорошо. Я пристегнулся, поэтому было не очень страшно. Таксист достаточно сносно разговаривал по-английски, поэтому рассказать ему, куда мне нужно, я смог. Высадил он меня в Арханья. Женита Марина оказалась ресторанчиком, у которого был свой причал для яхтсменов. Яхтсменов. Найти яхту было не так сложно, а все яхты стояли кормой. На корме обычно яхты пишут названия. И там же была яхта с названием Dream. Спросив, чуваки, а я сюда? Мне сказали, да, ты сюда. Это значило, что попал на русскую лодку, и значит, я наконец дома. Познакомился с остальными членами команды, выбрал себе заднюю каюту. Заднюю каюту я выбрал не просто так. У меня есть план купить себе большую лодку. Мне нужно понимать, насколько комфортно в задней каюте. Капитан яхты Андрей дал нам время час на то, чтобы отдохнуть с дороги, позавтракать, если кто не завтракал, и искупаться в гостеприимственном местном соленом море. Кстати, несмотря на то, что я провел целый день в Мармаресе, я так ни разу и не искупался. Поэтому это было мое первое купание о Средиземном море. Оно мне показалось прям горьким. Горьким-горьким. Фудайка, да? Да. Лучше не глотать. Через час начались наши теоретические занятия. Они включали в себя инструкцию по теки безопасности. Тогда же мы распределили, кто когда чем-то занимается на яхте. Занятия у нас были следующие. Либо шкипер, который управляет яхтой в этот день, либо дежурный по кухне, который всем готовит завтрак, обед, за 7 моет посуду. Вот наша команда разделилась по времени на вот эти вот обязанности. Ну и так как у нас было три члена команды, то один день получался выходным. Не шкипер и не дежурный. Можно отдыхать. Ну все равно, конечно, сработать с парусами, но у нас все равно была, потому что не шкипер, а не дежурный. Все равно остается матросом. Дежурный, кстати, по кухне тоже остается матросом. Доставили список, что нам потребуется на ближайший переход, чтобы прожить пару дней на яхте. Сходили в ближайший магазинчик и всего купили. Через час началось наше знакомство с водкой. Началось, наконец-то же, с инструктажа по теки безопасности. Потом был рассказ о том, что из себя представляет парусная яхта, как ее управлять, как вкратце происходит навигация в море, с чего состояется яхта. Ну, такой вот теоретический ликбез, куда мы вообще попали. А, идет съемка? Да. Есть? Есть. Разобрались. Дальше момент важный для нас. Швартов, вот, кстати, здесь и до конца верно сделано. Правильнее было бы вот этот вот швартов завести с этой стороны. Когда он более свободный, легче его не спектирует. Иной раз можно его так завести, что он потом вот сюда вот это завести, он сам себя затянет, потом так выдержит. Теперь, когда мы с вами готовим швартовку, швартов готовим к отдаче, когда мы приходим, мы его должны обязательно привести под леерной стойкой. Сейчас мы вытащим здесь, если не до конца, что он будет. Тащим даже больше. Вот так. Выгинать, ну, кисть, кисть, кисть. Всё, 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 ставил, бросайте, всё, всё, давай, наберем, вот мы с вами, допустим, уехали в море, нам надо причальнику, что мы должны сделать, мы должны берёвку, точнее, она у нас будет таким образом с вами. Вот мы с вами едем, нам надо причальнику, мы собираем верёвочку нашу в шлаги, подкручиваем эту, по крайней мере, чтобы они были ровными, ровными, один шлаг, вот этот вот шлаг называется, один другому был аккуратно приложен, тогда его легче и наматывать, и складывать, чтобы он висел, и бросать в том числе. И вот мы с вами хотим этот конец подать на берег, да, чтобы нас фиксировали. Могу я сейчас кидать его? Не, не проведён за леер. Вот, о чём и речь, если я его сейчас брошу, у нас верёвка эта, окажется сверху леерной стойки, мы его там закрепим, а потом он лодкой мы сломаем леерное ограждение, поэтому обязательно не забываем нашу верёвку провести под леерным ограждением внизу. Вот это вот уже наш швартов готов к отдаче. И обращаю ваше внимание, чтобы шлаги были ровненькие, если у вас будет верёвка вся перепутана, она у вас не полетит, она тут же упадёт. А когда шлаги разобраны, то она замечательным образом может улететь очень и очень далеко. Ещё раз, значит, как я это делаю? Беру кончик, делаю первый шлаг и левой рукой начинаю подкручивать верёвку, чтобы она раскручивалась из неудобного и неправильного положения. То есть просто всё время её подкручиваю, чтобы у меня получился шлаг к шлагу. Второй шлаг получился. Третий, если я сейчас положу, опять криво будет. Поэтому я левой рукой подкручиваю в нужном направлении. Четвёртый шлаг. Пятый шлаг. И здесь она перекрутилась. Теперь я могу всю верёвку подкрутить, чтобы она стала ровнее. И получилась у меня вот такая буксочка. Дальше я её могу очень хорошо и просто далеко не купить, если мне будет желание. Если бы она была скомкана, она бы здесь упала. А так вот опалу у меня её поймали. Кидаем её на берег, да? И тут её уже сколько-то вцепляем. И подаём назад на фиксацию. Вот для того, чтобы зафиксировать. Опять же мы её заводим, не торопитесь. Подлеерное ограждение внизу. Вот в этот прорезь, которая называется плюс. Да, достаточно так с внешней стороны заводить. Вот и надо, нахватить пока. Шпончик уберём, я лишь зажал. Восьмёрочку. Ещё одну. И фиксирующую можно с этой стороны сделать. Затянули. Всё, зафиксировали. Замечательно. Теперь по парам разбейтесь. Один снимает, другой кидает. Там один на берегу накинул на вот этот столб. Передал сюда. Здесь быстро провести её под низ. Подлеерное ограждение зафиксировать. По парочкам. Хотя бы по разочкам, по два раза сделайте. После теоретического занятия об устройстве яхты и практического занятия по швартовке, мы вымыли нашу яхту, заглянули в каждый уголочек, который нужно было промыть, и пошли ужинать. На ужин я заказал себе рыбку. Отлично приготовленная рыбка. Во всех ресторанчиках, где я заказывал именно рыбу, рыба всегда была чудесной. Это было не исключением. Этот ресторан специализируется конкретно на яхтсменах. У него есть пирс, о чём я уже говорил. Душевая, туалет женский, мужской. В общем-то все удобства, включая воду и электричество для яхты, есть на этом причале. И яхтсменам, которые будут ходить по Турции, Джинни Томарин, очень рекомендую. Очень бюджетный ресторан, если брать именно цены на ресторан. И очень душевное место. Тем более хозяйка в этом ресторане русская. То есть всегда можно поговорить за жизнью, всегда можно рассказать, какой у него классный бизнес. Ну, это отличное место, в котором стоит побывать, если вы ходите под парусом, под турецким водом. Пать в кормовой каюте вполне себе комфортно. Низкие потолки, над местом, где лежит голова, достаточно высокие, можно встать в полный рост. В месте, где лежат ноги, можно вполне поднять колени. До потолка колени не доставали, и мне было вполне комфортно. Поэтому какого-то дискомфорта от нахождения в кормовой каюте я не испытал. На следующий день проснулся, умылся, искупался в море, приготовил завтрак, так как я был дежурный по кухне. И у нас началось теоретическое занятие. На этом теоретическом занятии нам рассказывали о принципах управления парусной яхтой. Парусной и моторной. О том, что нужно сделать перед тем, как завести мотор, перед тем, как поставить парус, подготовку вообще к движению яхтой. После теоретического занятия мы отшпортовались. И каждый из нас рулил по местной кухне передним и задним ходом, чтобы привыкать к массе лодки, к тому, как она управляется. В качестве буйков для обвождения змейкой у нас были соседские яхты, стоящие на якоре. Если при учебе на автомобильные права змейка ездит только передним ходом, у нас же была змейка и с задним ходом тоже. Завершили практическое занятие имитацией подходом к персу. Персон у нас установил, получи буй. Мы подходили, 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 подходили. Сложность этого упражнения в том, что, во-первых, нам нужно было подойти к пирсу под определенным углом, как будто за кубоком нас стоят другие яхты. И второе, нам нужно было остановиться прямо возле пирса, чтобы яхта в момент остановки замерла. Дальше не шла. Движа к пирсу. Представляем, что это бетонный причал. И в то же время не шла в обратную сторону, потому что 9 тонн пересилить швартов не так просто. Ну, конечно, было очень сложно на самом деле. В этот раз идеально не получилось ни у кого. На этом наши практические занятия закончились. Сергей был сегодня из-за шкипера. Поэтому он повел нас дальше, к нашему следующему месту стоянки. И так, наш первый выход. Идем в другую бухту. Ветер. Не знаю, как слышно. У нас сегодня Сергей. Следит за курсом. Наш комплектант контролирует ситуацию. И мы уверенно рассекаем водную гладь. Шли только под мотором, так и под парусом. Чтобы под парусом повезло идти в бейдевинт, в лавировочку. Скажу, что лодка очень ходкая. Даже под одним стакселем шла отлично. Окончился у нас переход в поселке Серемия. В пирсе ресторана Аврура. Пришли в очередную марину. В Турции действует правило, что можно швартоваться около ресторана. При условии, что ты у них ужинаешь. Мы пользуемся этим правилом. И, судя по всему, будем пользоваться и дальше. И швартоваться практически постоянно около ресторанов. Ну, в общем-то, наверное, стоянка в марине обошлась бы дешевле, чем ужин в ресторане. Но посмотрим. Есть ли нам все равно где-то надо. Мы стоим на моринге. Наш шкипер провел у нас узкое место. Прижато с двух сторон. Между двумя лодками. Прям впритык прошли. Но, тем не менее, уместились. Водичка чистейшая. Песчаное дно дает о себе знать. Не песчаное, а каменное. Потому что на прошлой стоянке было тише. Но было песчаное. И, конечно, муть из этого поднималось с берега. Со дна. А тут песочек чистенько. Вот он ресторан. Ресторан «Аврора». Его причал. И вон там, под синими бедрами, мы будем ужинать сегодня вечером. Такой вот пляжик. Ну, как пляжик. Навесы с лежаками. Люди, которые плавают. Ну, и, конечно же, шикарные виды вокруг. На прошлой стоянке было очень тихо. По-домашнему. Здесь, конечно, людей очень много. Куча яхт отдыхающих. Куча машин. В это красивейшее место много приезжают. Господа яхтсмены, поделитесь мнением об этой Марине. Отлично. Мы чуть не снесли полностью австралийскую яхту. Очень дорогую принес за миллион. Не повезло. Не повезло. И повезло, и повезло. Они выжили. Как вам впечатление о первом переходе? Было быстро и страшно. Да чего там страшно-то было? Все, ты исчезаешься. Там же ничего страшного сегодня не было. У нас даже не сильно кренило. У нас заливало прямо каютами. Ужас. У тебя их специально задраили. Что-то прибедняешься. Никогда больше не пойду в море. Никогда. Никогда? Ну все, минус один член нашей команды. Пока не поем, не пойму никуда больше. Пока не поем? Окей. А вон, кстати, турецкий супермаркет. Миграс. Вот именно в Миграсе все закупаются. Там достаточно дешевые продукты. Ну, примерно как у нас в Оршане или в Глобасе или в любом другом супермаркете. В Турции тут самый популярный супермаркет это Миграс. Мы, конечно же, закупились кучу продуктов. Есть нам нужно не только по вечерам в ресторане. Нам нужно и завтракать. Кстати, закончился один ресторан. Значит, сейчас второй. Уже без причала. Хотя, может быть, они с Авророй причалой делят. «Господа их смена, не хотите ли вы искупаться?» «Ага». «Ага».